Ночной дозор. Городская администрация планирует проводить ямочный ремонт дорог только под покровом ночи. Вынужденное благоустройство, нерадивые собственники незаконных гаражей и сараев подтолкнули администрацию Ленинского района к корректировке программы создания комфортной городской среды. А знаешь, все еще будет, ведь положительные дети представили анимационный фильм в рамках инновационного проекта «Мульт плюс я». Змей Горыныч причалил в Нижний, ладью в виде трехглавого сказочного персонажа встретили в Нижнем Новгороде. Ямочный ремонт дорог в Нижнем Новгороде ведут в ночное время. Такую задачу поставил глава города Владимир Панов дорожным службам. Эта мера позволяет избежать помех для движения общественного и личного транспорта. Минувшей ночью специальная комиссия проверила ход работ, которые ведутся между улицами Максима Горького и Звездинкой. Последний раз здесь укладывали асфальт 9 лет назад. На сегодняшний день ремонтная кампания затронула все районы города. Уже отремонтировано 60 тысяч квадратных метров дорог. Всего же в этом году будет отремонтировано 230 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. Должны быть работы выполнены качественно. То есть на сегодняшний момент по городу выполнено порядка 60 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Из них в моменте принято порядка 12. Остальное находится на приемочном контроле. После заключения лаборатории мы уже тогда сможем дать разрешение заказчикам принять эти работы уже к оплате. У нас есть портал антиямы. Там есть голосование. Соответственно выбираем из портала антиямы участки, которые идут в приоритет. И плюс еще помимо этого у нас есть текущая ситуация уличной дорожной сети. Где-то что-то провалилось, какие-то ямы появились, провалы, канализация. Ну, много проблем в городе. Поэтому это заделывается в оперативном режиме. Ну, соответственно, проявился провал. Оградили, вышли и выполнили ремонт. Обеспечиваем безопасность дорожного движения, общественного транспорта, автомобильного транспорта, ну и, соответственно, пешеходов тоже. К другим темам. В Нижнем Новгороде на месте снесенных гаражей образовалась свалка с опасными отходами. Она находится в Ленинском районе на пересечении улиц Комарова и Чугунова. Рядом с двумя детскими садами. Репортаж Юрия Афрова. Жители улицы Чугунова с ностальгией вспоминают то время, когда на пустыре находился хаотичный гаражный массив. Для этого микрорайона это не редкость. 38 металлических конструкций и сараев снесли по их просьбе. Собственники построек получили предписание и добровольно освободили территорию. Забыли только убрать за собой, оставив на память железные балки, стекло и другой мусор. К сожалению, судьба земельного участка, которым они безвозмездно пользовались, их не очень заботит. Поэтому они просто убрали свои гаражи, а весь мусор, который лежал в этих гаражах, остался там на этой муниципальной земле. Но до данный момент весь мусор убран, а погреба, которые остались от гаражей, мы будем засыпать. Нерадивые собственники построек поступили в своем репертуаре. До этого они не удосужились согласовать постройки и платить за землю. А в конце всю работу по уборке переложили на местную администрацию. Все усугубляется тем, что рядом находятся два детских сада. Дети запросто могут получить травмы. Пришлось срочно проводить временное благоустройство, которое усложняется глубокими рвами от погребов, которые напоминают ловушки. В советские годы здесь была спортивная и детская площадки. Сцена для выступлений и летний кинотеатр под открытым небом, вспоминают местные жители. Они надеются на скорейшее благоустройство их дворовой территории. Я только за. Конечно, лучше, чем кто-то тут пользуется этими горожанами. Ну, там что-то здесь все-таки для общего как-то это, для отдыха там, для чего-то. В зависимости только какой это скверик будет, что там можно посидеть, там что-то там, скамейки, там что-то. Гаражи. Все было неухожено. Надеемся, сейчас будет все красиво. Ну, может быть, чего бы хотели, чтобы здесь было? Ну, цветочки, деревья, лавочки, чтобы можно было гулять здесь и отдыхать. Администрация намерена внести изменения в профильную программу и сформировать здесь комфортную городскую среду уже в этом году. К работам приступят уже в начале лета. Один из вариантов строительства сквера. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний. Сегодня в Нижнем Новгороде презентовали первый мультфильм, который сняли ВИЧ «Положительные дети». Анимационную картину «А знаешь, все еще будет» сняли в рамках регионального инновационного проекта «Мульт плюс я», не имеющего аналога в стране. Творческую студию открыли в 2019 году на базе Нижегородского областного центра «Спид». Мультфильм хрометражем «Три минуты» по технологии бумажной перекладки сняли всего за несколько месяцев. Отмечу, сегодня в регионе только по официальным данным проживает более 240 детей, имеющих ВИЧ-положительный статус. В студии мультипликации занимается только 12 из них. По словам специалистов, занятия дают ребятам равные возможности в творчестве, развивают воображение и мелкую моторику. Очень важно заниматься с детьми, с ВИЧ-инфицированными. Детям нужна социализация, им нужна интеграция в общество. И этот проект, он именно на это и направлен. То есть дети создали уникальный мультфильм. Он наполнен счастьем, он наполнен радостью, он наполнен здоровой жизнью. И это замечательно. Постараемся охватить всех желающих, кто захочет. Проект, он абсолютно на детей бесплатный. Мы выделяем время, они приходят, занимаются. Ну и как эффект, видите, какие хорошие мультфильм от этого выходят. Для психологического комфорта детей это очень хорошее занятие. Они учатся работать в команде, учатся уступать друг другу, учатся друг друга слышать, учатся договариваться. Змей Горыныч в Нижнем Новгороде. Накануне к Нижневолжской набережной пристала древнерусская ладья в виде трехглавого сказочного персонажа. На борту сообщество проекта святорусского богатырства, который проводит научно-экспериментально-исследовательскую экспедицию на Варяжское море «Путь Рюрика». Они исследуют три основных вопроса, с какого географического места были призваны Рюрик, Синеус и Трувор на княжение в Старую Ладогу и Новгород. И каким они путем прибыли. К какому этносу принадлежали варяги Русь, где обитали варяги Русь до прихода на место. Необычное судно – это еще и интерактивный музей, где все желающие не только могут узнать интересные исторические факты, но и померить одежду прошлых веков и даже овладеть азами техники владения мечом. Тут все видны страны. Вот сейчас можно увидеть, где мы находимся. Вот Южный Новгород. Это уже какая-то часть маршрута уже пройдена. А вот там надо дойти, смотрите, до Осло. Это будет крайняя точка, Норвегия. А потом мы будем по Данию возвращаться через Германию, Польшу, Ленинград. 12 тысяч километров вся экспедиция. А в этом году 7 тысяч километров надо сделать. И остается еще 125 дней пути нам, чтобы в этом году дойти до Калининграда. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи.